Туал Стрейт Йоутнал, США, расследование в Гарварде и Еле из-за иностранного финансирования. Кейт Акиф, Туал Стрейт Йоурнал, США. 13 февраля 2020 года. Министерство образования начало расследование в Гарварде и Еле после того, как обнаружило, что американские университеты не сообщили об иностранном финансировании на сумму 6,5 миллиарда долларов, которые им предоставили такие страны, как Китай и Саудовская Аравия. Об этом говорится в материалах министерства, с которыми ознакомились журналисты Уолл Стрейт Джорнал. Расследования в вузах и Лиге Плюща стали очередным этапом конфликта между американскими университетами и коалицией федеральных чиновников, включающей в себя представителей правоохранительных органов, национальных институтов здравоохранения и двухпартийной группы конгрессменов, которая подняла тревогу по поводу того, что высшие учебные заведения делают ставку на иностранное финансирование, особенно из Китая. Представители Гарварда и Еле отметили, что вузы работают над ответом Министерства образования. В своем документе, с которым ознакомились журналисты Уолл Стрейт Джорнал, Министерство назвало американские высшие учебные заведения многомиллиардными транснациональными предприятиями, которые для получения дохода используют непрозрачные фонды, иностранные кампусы и прочие изощренные организационно-правовые структуры. Американские университеты выступили на защиту своего международного сотрудничества и заявили, что в требованиях Министерства об отчетности много неясностей. Чиновники это отрицают. Университеты должны сообщать Министерству образования обо всех контрактах и пожертвованиях из иностранных источников, которые в совокупности составляют за один календарный год 250 тысяч долларов и более. Этому правилу несколько десятков лет, но строго требовать его выполнения Министерства начала лишь недавно. Чиновники обвиняют вузы в том, что они активно выпрашивают деньги в иностранных государств, компании граждан, которые враждебно относятся к США и могут изыскивать возможности для кражи результатов научных исследований, а также распространять выгодную зарубежным странам пропаганду, говорится в документе. Кроме того, согласно этому документу, иностранные деньги чаще всего попадают в самые богатые американские университеты, однако это обычно не ведет к снижению стоимости обучения американских студентов. Американские чиновники заявляют, что Китай самыми разными способами воздействует на научные круги, в том числе за счет государственных программ по подбору компетентных кадров, таких как План Тысячи Талантов. Эта проблема оказалась в центре всеобщего внимания, после того как в прошлом месяце был арестован заведующий кафедрой химии Гарвардского университета. Федеральные власти предъявили ему обвинение в том, что он солгал, скрыв факт получения миллионов долларов от китайцев в рамках программы, на которую США выделили более 15 миллионов долларов, чтобы профинансировать его исследовательскую группу. Чиновники министерства направили в Гарвард письмо, датированное вторником и размещенное на вип-сайте этого ведомства, в котором сослались на это дело, рассматриваемое министерством юстиции, и попросили ВУЗ раскрыть всю информацию о пожертвованиях и контрактах, к которым причастны правительства Китая, Катара, России, Саудовской Аравии и Ирана. Чиновники также запросили документацию, имеющую отношение к китайским телекоммуникационным гигантам УАОСТИ, к российской лаборатории Касперского и фонду Сколково, к иранскому фонду Алавии и прочим организациям. Согласно документу министерства, Ельский университет не подавал отчетность с 2014 по 2017 годы, а после этого не сообщил как минимум о 375 миллионах долларов зарубежного финансирования. В отдельном письме в этот университет министерство попросило представить документацию о пожертвованиях Саудовской Аравии, Китая и его телекоммуникационных компаний, аспирантуры Пекинского университета, Национального университета Сингапура, Катара и других стран и организаций. Кроме того, это ведомство предложило ВУЗу представить подробную информацию о зарубежном финансировании Китайского центра Аполлоцая при юридическом факультете Ельского университета, а также Джексоновского института по международным делам при Ельском университете. Если ВУЗ откажется раскрыть эту информацию, Министерство образования может передать это дело на рассмотрение Министерству юстиции. Оно, в свою очередь, может открыть гражданское или уголовное дело. Требование раскрыть информацию о финансировании обусловлено тревогой относительно того, что зарубежные государства и организации могут использовать американские научные круги в своих интересах. Администрация Трампа и ее союзники из обеих партий в Конгрессе опасаются, что Китай и прочие зарубежные конкуренты используют пожертвования и коллективные научные исследования для получения знаний, которые позволят им добиться своих стратегических целей и сократить экономическое и военное отставание от США. Некоторые руководящие работники из университетов отмахиваются от обеспокойности американского правительства по поводу национальной безопасности и иностранного финансирования вузов, называя это преувеличением и даже дискриминацией, и говорят, что не должно быть никаких ограничений для несекретных исследований, поскольку эти материалы все равно будут опубликованы. Они также заявляют, что международное сотрудничество, особенно с Китаем, имеет большое значение для новых научных открытий, которые пойдут на пользу человечеству. Постоянный подкомитет Сената по расследованиям в феврале 2019 года назвал иностранное финансирование американских вузов черной дырой и сообщил, что почти 70% из них не отчитались должным образом о финансировании со стороны институтов Конфуция, которые при поддержке государства реализуют культурные и языковые программы. Возглавляющие сенатскую рабочую группу сенаторы Роб Портман, Роб Портман, республиканец из Огайо, и Том Карпер, Том Чарпер, демократ из дела Вера, отметили в своем совместном заявлении, тот факт, что американские вузы до сих пор не сообщили об иностранных пожертвованиях на 6,5 миллиарда долларов, шокирует и является недопустимым. Мы рады тому, что Министерство образования прилагает усилия и принимает меры по обеспечению академической свободы в Америке. В июне 2019 года чиновники из Министерства образования начали серию расследований в отношении иностранного финансирования университетов. Расследования в Гарварде еле стали седьмым и восьмым по счету. Ранее они были проведены в Джордштаунском университете, в Корнельском университете, в Массачусетском технологическом институте и других вузах. В документе Министерства образования отмечается, что эти расследования заставили государственные и частные вузы по всей стране навести порядок в отчетности. С июля 2019 года они в совокупности сообщили о неуказанном до этого финансировании на общую сумму свыше 6,5 миллиарда долларов. Пресс-секретарь Массачусетского технологического института сказала, что отчетность вуза об иностранных пожертвованиях и контрактах с января 2019 года была усовершенствована, и что вуз намерен конструктивно сотрудничать с федеральными органами. Джордж Таунский и Корнильский университеты на просьбы дать комментарии не откликнулись. Министерство образования ответило тем вузам, которые раскритиковали его за требование соблюдать закон. Так, в сентябре 2019 года оно направило письмо одной организации, представляющей 200 с лишним университетов, и заявило, что обязанность вузов представлять отчетность является совершенно очевидной. Далее в письме говорится, вы просили министерство работать с высшими учебными заведениями с целью создания баланса интересов прозрачности и сложного характера отчетности. Никакой нормативно-правовой базы для такого баланса не существует. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...